В Татарстане продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 24 предметам. В основном те, кто набирает соответствующие баллы, процентов 15-20 точно становятся полноценными участниками заключительного этапа. Долларовые санкции против России. Конфликт между Россией и США набирает новые обороты. Россия, она твердо заявляет о том, что никаких агрессивных отношений к краям не предпринимает и предпринимать не собирается. И заявляет о том, что наши войска, российские войска, они имеют право находиться в любой точке нашего государства. Данный вопрос совершенно мы не обязаны с чем согласовывать. Независимо от того, близко ли эти регионы России находятся от Украины, где-то ли находятся от Украины. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. 20 января состоялся визит делегации Казанского университета во главе с временно исполняющим обязанность директора Дмитрием Таюрским в Джизакскую область Узбекистана. Прошла встреча с Хакимом в Джизакской области Эргашем Салиевым. Главным вопросом повестки дня стало открытие филиала Казанского федерального университета. Оно запланировано на 1 сентября текущего года. Решение о создании филиала принято в рамках укрепления и развития долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. Деятельность филиала будет направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, формации в области биомедицины, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных научно-практических и инновационных исследований. Объявляется конкурс на назначение стипендий правительства России во втором семестре 2021-2022 учебного года из числа студентов, обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. В Татарстане продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 24 предметам. На этот раз в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма собрались лучшие из лучших в предмете основы безопасности жизнедеятельности. Подробнее в нашем сюжете. Многие олимпиады, они по структуре очень отличаются друг от друга. Выполнением заданий есть теоретические олимпиады, есть практические олимпиады. У многих школьников возникают сомнения в победе на региональном и всероссийском уровнях. Риск провала существует, и он велик. Но попытка участия дает шанс, который не следует игнорировать. И если школьник с первого класса участвует в олимпиадах, уже знает все их тонкости, многому научился, готовится и старается, то победить возможно и гораздо проще, чем придя на олимпиаду в 10-11 классах. Польза подобных олимпиад подтверждена годами. Ученик в первую очередь развивает те навыки, которые необходимы для культурной безопасности личности. Потому что многие сегодня ситуации, чрезвычайные ситуации, они большинство всего встречаются из-за человеческого фактора от незнания. Поэтому данная олимпиада развивает такие навыки, как правильно действовать в определенной обстановке, знание основных правил безопасности, независимо от того, или это правила дорожного движения, или социальная безопасность. Изначально каждый участник данной олимпиады проходит несколько этапов отбора. Первое испытание – это школьный этап, который проводится в сентябре. После него – муниципальный или городской. Региональный этап считается последней ступенью перед финалом. На данный момент в здании университета около 200 участников из различных муниципалитетов Республики Татарстан. И это только на олимпиаде по ОБЖ. Кроме нее, в этот день проходил региональный этап по химии. В основном те, кто набирает соответствующие баллы, процентов 15-20 точно становятся полноценными участниками заключительного этапа. Всероссийская олимпиада объединяет уникальных людей и создает особенную атмосферу. Ее специфика в том, что задачи нетиповые. На них нельзя натренироваться, прорешав стандартный абитуриенский сборник. Зато победа в такой олимпиаде придает уверенности в себе и служит неисчерпаемым источником мотивации для будущего развития. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало очередной рейтинг медиа-активности высших учебных заведений. В ранжировании, составленном за июль-декабрь 2021 года, Казанский федеральный университет разместился на третьей позиции. 21 января в России отмечается День аспиранта. В этот день мы искренне поздравляем всех аспирантов и выражаем свою признательность за вклад в развитие науки. Стипендией имени Шауката Хабибулина присуждается Алискановой коллеги и рекомендуем студентов 6 курса в группу на 6601 института ВИЗИТЕ. В Институте физики Казанского федерального университета состоялось вручение именной стипендии имени Шауката Хабибулина. Стипендия вручается два раза в год и участвуют в ней не только астрономы, но и студенты других кафедр. Профессор-консультант Института физики Наиль Сахибулин рассказал, на какие основные критерии смотрят жюри. Критерии выбираются такие. Первое, конечно, хорошая и отличная учеба, поскольку это студенческая все-таки стипендия. И второй критерий – это наличие научного задела. Ну и, конечно, общественная жизнь студента в университете. Вот это, пожалуй, три таких критерия основных, которые мы учитываем при выборах кандидата. Исполнилось 165 лет со дня рождения Владимира Бехтерева, всемирно известного ученого, психиатра, невропатолога, физиолога, психолога, работавшего в 1885-1893 годах в Казанском университете. Одним из мест его работы было бывшее здание университетской клиники, где сейчас располагаются Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций, университетское телевидение, Центр медиакоммуникаций и другие подразделения вуза. Конфликт между Россией и США набирает обороты. Байден пригрозил запретить российским банкам долларовые операции. О возможных санкциях расскажем вам в следующем сюжете. США готовят против России серьезные санкции, если страна начнет торжение на Украину. Именно с таким заявлением выступил на пресс-конференции американский президент Джо Байден. Санкции прежде всего будут касаться российских банков. Им могут запретить проводить долларовые операции. Если, допустим, российская компания хочет перевести, оплатить что-то в долларах условно китайской компании, то расчеты производятся между российским и китайским банком через их корреспондентские счета, открытые в каком-либо американском банке. Американское правительство может запретить своим банкам, американским банкам, обслуживать корреспондентские счета, скажем, российских банков. Чем это вызвано? Ну, это вызвано рядом причин. Первая причина состоит в том, что Соединенные Штаты обвиняют в России в подготовке нападения на Украину. И, несмотря на то, что Россия неоднократно опровергала данные утверждения, как бы американское руководство продолжает об этом активно говорить. Санкции не означают запретное использование доллара как валюты для всех россиян. Прежде всего, такое решение американской стороны касается международных сделок. Однако, даже если санкции все же вступят в силу, совершать долларовые сделки российская сторона сможет. Чистые теоретические расчеты могут проводиться, во-первых, в других валютах, не обязательно в американских долларах. И в этом случае не потребуется участие американских банков. А во-вторых, расчеты могут производиться в долларовых счетах, через долларовые счета, открытые в банках, тоже не обязательно американских. Несмотря на напряжение на международной арене, все лидеры этого политического треугольника уверены в том, что военных конфликтов в ближайшем будущем не предвидится. Так, например, американский президент уверен, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом. А пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что у России нет планов по вторжению на Украину. Россия твердо заявляет о том, что никаких агрессивных действий в отношении Украины не предпринимает и предпринимать не собирается. И заявляет о том, что наши войска, российские войска, они имеют право находиться в любой точке нашего государства. Данный вопрос совершенно мы не обязаны ни с кем согласовывать. Независимо от того, близко ли эти регионы России находятся от Украины или далеко находятся от Украины, это наша территория российская. Мы располагаем войска там, где мы считаем это нужным. Заявлением выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал жителей страны не поддаваться панике на фоне слухов о возможном вторжении. Роберт Хасанов, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал новый сезон инсталайфа. Абитуриенты могут задавать свои вопросы в режиме реального времени представителям институтов. Согласно официальным данным о коронавирусе, в России за последние сутки выявлено порядка 35 тысяч случаев заражения. Свыше 9 миллионов человек выздоровели. Первым компонентом вакцины привились более 80 миллионов человек. Полную вакцинацию прошли свыше 76 миллионов. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-30-00. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...